Привет, друзья! С вами Сникер Хейтер, и в этом видео мы поговорим об очень интересной джинсовой куртке от китайского производителя Sozjan. Это уже не первое изделие от данного производителя. Своими джинсами я очень доволен, поэтому заказал очередное изделие, очередной товар. И вот мы, собственно, будем про него говорить. Купил, как обычно, в официальном магазине на Алиэкспресс. Обошлось в 6200 рублей, и прямую ссылку традиционно в описании видео вы сможете найти. Заходите в магазин, смотрите. У них много всяких разных очень крутых тряпок и вообще изделий. Думаю, что что-то интересное для себя найдете. А что касается качества и уровня продукции, мы, собственно, с вами сейчас и поговорим. Итак, перейдем непосредственно к обзору. Начнем с материала. Данное изделие выполнено из 100% хлопка. Никаких синтетических примесей. Хлопок китайский, выращенный в провинции Синьцзян. После того, как полотно было соткано, хлопок был, полотно было санфоризировано. Благодаря чему дальнейшая усадка, если вы будете стирать в холодной воде, так как это рекомендует стирать производитель, не превысит 1-2%. Что, ну, очень маленькая усадка для такого вида полотна. Итак, что еще надо сказать по поводу материала. Окрашен он не натуральным индиго, а химическими красителями. Это тоже важно. Соткан на старинном ткацком станке. Благодаря чему мы имеем селведжевый такой вот красивый край. Чуть позже покажу его более крупно. Это тоже такой ценный момент. И я люблю селведж даже, наверное, ну, где-то половину. Я люблю половину моей любви к селведжу. Она из-за того, что он дает вот такой прикольный край. Вот такой вот нарядный. А вторая моя половина любви к нему, это вот, видите, вот такие вот ошибки ткацкого станка. Если помните, кинофильм «Особо опасен» с Хабенским, с Анжелиной Джили. Так вот, там они принимали решение, кому жить, кого убивать. Именно гадая на старинном ткацком станке челночного типа. Вот на подобных станках как раз ткется такой деним. И, ну, там как раз смысл был такой, то, что они, этот ткацкий станок выдавал заказы на убийство, делая ошибки в ткани. Ошибки вот как раз такого типа, как я вам показал. То, что нить где-то пошла не туда, и вот они из этого делали двоичный код. Ну, и кого-то, в общем, убивали. Кино забавное. Рекомендую. Хотя бы для того, чтобы посмотреть на ткацкие станки. Итак, едем дальше. Чем еще интересен именно этот деним? Тем, что, ну, опять же, нам придется чуть-чуть коснуться теории, как все это происходит. Деним тьется из двух типов ниток. Это основа, то есть вот эта вот синяя нитка, которую мы видим снаружи. И за счет которой джинсы имеют, ну, собственно, синий индиго цвет. Эта нитка крашена индиго. И, ну, соответственно, вот такой цвет имеет. Вторая нитка, это внутри. Называется уточная нить. Традиционно она выглядит вот таким вот образом. Она отбеленная. Это отбеленный хлопок. Потому что не отбеленный хлопок, он такого бежевого цвета. И бывают джинсы, которые как раз производятся из неотбеленного и вообще не крашеного хлопка. Это деним акрил. Он тоже очень интересный и прикольный. Так вот, здесь у нас внутренняя нить, я так понимаю, возможно, она была предварительно отбелена, а возможно, она была сразу покрашена в несколько цветов радуги, но вполне себе красивых и интересных. А благодаря тому, что в процессе плетения часть уточной нити оказывается снаружи и проглядывает сквозь нить основы, соответственно, мы видим, я думаю, вы видите на видео в том числе, такие радужные разводы, которые идут вот такими вот полосками. Это как раз проглядывает уточная нить наружу. Что будет с этим денимом в дальнейшем? Он будет постепенно с стирками, с ноской вытираться. Снаружи вытирается, естественно, лучше. И постепенно будет под нитью основы проглядывать все больше и больше вот это вот такого цвета уточная нить. Этим меня этот деним очень сильно зацепил. Я никогда такого не видел. И вот его захотел. И вот я его имею. Итак, это что касается ткани. Пожалуй, рассказал все, что можно. Но опять же, коснусь материала манжетов, воротника и нижней резинки. Это такой эластичный натуральный хлопок. Сделана куртка не в стиле традиционной куртки трак-драйверов, водителей грузовиков, дальнобойщиков американских. А в стиле бомбера, что на мой взгляд гораздо более оригинально и прикольно. Ну, точнее, при всей моей ненависти к курткам джинсовым вообще как к явлению, эту я захотел. Все остальные классические куртки джинсовые я просто ненавижу. И что говорит о том, что, наверное, я совсем такой нетипичный любитель денима, а это уж точно. И, на мое мнение, можно в этом плане полагаться весьма-весьма относительно. Уж тем более на мой вкус. Так вот, двигаемся дальше. Давайте посмотрим, как все это дело сшито. И что получилось у производителя. Первое, на что я обратил внимание, в основном здесь использовано... Да, по-моему, не в основном, а вообще здесь использовано для именно сшивания денима. Только одна нить. Достаточно толстая. Светлая нитка. Качественная, классная. Но она одна. Что, в принципе, не типично для этого производителя. Видимо, он решил, что вот этого вот разнообразия цветов вполне достаточно в цвете самого денима. И решил не делать такие традиционные истории, как вот видите. Вот в этих джинсах этого же производителя много-много разных ниток. И красная нитка вот здесь. Там много разных толщин, цветов и так далее. Здесь обошлись одной ниткой. На мой взгляд, вполне трезвое и грамотное решение. Никаких проблем с этим нет. Что еще? Так, манжетов мы коснулись. Они хлопковые. Очень плотные и очень качественные. Мне реально нравится. Надеюсь, что после стирок они будут также в отличном состоянии. Кстати, производитель рекомендует перед тем, как носить эту куртку, постирать ее в холодной воде. Обещает, что она станет помягче. Ну, потому что она, конечно, если ее поставить, она стоять не будет. Но она очень жесткая. И она офигеть какая тяжеленная. Двигаемся дальше. Давайте глянем на фурнитуру. Фурнитура молнии, использованной фирмы YKK. Причем, достаточно высокого уровня их фурнитура использована. Очень крутая. Очень массивная. С хорошим плавным ходом. С приятным звуком. Но все как надо. Она... Можно было бы, конечно, поставить в эту куртку за эту цену уже. Можно шикануть и вкрячить сюда фурнитуру, например, рили и так далее. Но, во-первых, изделие бы подорожало минимум на пару-тройку тысяч. За счет пары вот этих вот молний. А во-вторых... Ну, я не думаю, что это обязательно. Потому что все-таки это не люкс-класса изделия. Хотя по качеству вполне-вполне соответствует. Есть, смотрите, вот такой прикольный момент. То есть, рядом с основной молнией есть молния дополнительная. И туда убирается вот такая штука. На нее можно... Если, например, ветер фигачит. А вроде бы тепло на улице. Но ветер сильный. Можно вот так вот брать. И на нее застегивать. Можно было бы, если бы наши друзья-китайцы нормально пришили эти пуговицы. А пришили они их так, как посчитали нужным. Из-за этого, если видите, пуговица вплотную пришита к дениму. Не оставлено никакой вот ножки для этой пуговицы. Соответственно, засунуть туда такой плотности под эту пуговицу, вот эту вот часть полотна, оказалось нереально. Пока я голыми руками ее туда засовывал, я нафиг сломал кнопку. Ну, не кнопку, а пуговицу саму. Вот получилась такая вот обгрызанная, некрасивая пуговица. Как будто мышами погрызанная. Но производитель, естественно, обещал мне прислать новую, пуще прежней. А я обещал, что я сам пойду в ателье и все это приделаю. На самом деле, далеко не самый, как сказать, необходимый и нужный элемент. Все эти пуговицы, уж тем более вот эта вот фигня, на которую можно там застегиваться. Но, опять же, если я уж купил, то хочется, чтобы все это работало так, как задумано. Поэтому это, кстати, по-моему, единственный недочет, который вот действительно я нашел в этой куртке. Не очень приятный для меня пуговицы, кнопки, точнее. Также брендированы SOSJAN, DENIM, HEROX, MFG, KO, SAOCE, DEINEIME. В общем, все эти загадочные китайские аббревиатуры. Очень интересно сшиты карманы. Видите, вот этот вот момент, внешняя часть. И внутри еще ступенька сшита дополнительно. То есть, такой вот вход в карман такой двойной получается. Двойной плотности. Надеюсь, я уверен практически, что все это будет очень круто при носке. Но, когда она новая, это супер жестко. Ну, вот прям супер жестко. Посмотрите, какой-то толстенный карман. То есть, это действительно прям на века. Причем, что мне еще очень нравится в этой куртке и в этом DENIME, то, что, если, да, я думаю, неплохо видно. Видите, такие волоски. Это еще до стирки. После стирки он должен стать еще чуть более волосатым. И это еще прикольный момент. Волосатый DENIME это вообще отдельная история. И я хочу вот именно из специализированного волосатого DENIME также заказать джинсы у этого производителя. У меня никогда ничего подобного не было. Хочется попробовать. Но так же, как и вот эта вот радужная фигня у меня не было. У меня стало интересно. Я захотел просто попробовать, посмотреть, как это выглядит. Точно так же и вот с волосатостью. Меня это прям заинтересовало. И это должно смотреться необычно и прикольно. Поэтому вот такая недокументированная функция этой куртки. Она может, имеет шансы стать волосатой. Но, честно говоря, я что-то не припомню, чтобы производитель обещал мне такой эффект у этого изделия. Но, поскольку она чуть-чуть волосится, шансы какие-то есть. Так, двигаемся дальше. Сейчас придумаем, в какую сторону. Ну, давайте посмотрим на карман на левой руке. Очередная молния фирмы YKK. Внутри аккуратный оверлок. Все как надо. Все аккуратно, грамотно. Все в цвет. Вот эта вот молния в цвет. Ее подложка. В этом месте. Она просто беспощадно толстенная. Просто безумно толстенная. Здесь предполагается, что сюда можно втыкать какие-то карандаши. Я не знаю. Железные какие-то мундштуки можно воткнуть. Ручки и прочую какую-то фигню. Может быть, что-то еще такое продолговатое и тонкое. Но вот эта вот толщина. Ей просто, блин, ей убить можно. Очень круто. И это очень приятно, когда видишь, что люди делают что-то настолько прям надежное. Из претензий на долговечность. Давайте глянем сзади. Насколько нам позволяет наш сегодняшний технический сетап. Верхние швы тоже толстенные. Все вот это вот так. Вот это вот такая толщина. Если захотите согнуть. То есть, надо понимать, что это очень массивное изделие. Это нифига не легкая куртка. Вот вообще ни разу. Все грамотно прошито. Вот какие-то такие здесь. Стежки. Чуть позже коснемся того, как выбирать размер этого изделия. Но традиционно абсолютно рекомендуем обращаться к производителю. И спрашивать его, чувак, как бы нам выбрать размер. Но я для себя предварительно придумал определенную систему. Которая полностью в итоге совпала с рекомендациями производителя по цифрам конечным. Поэтому я сейчас тоже поделюсь. Давайте посмотрим, как пришита изнутри трикотажная часть. Тоже все очень качественно. Очень много нити. Посмотрите, насколько толстенный край вот этого вот трикотажа. Абсолютно беспрецедентно. Я такого не встречал, честно скажу. Очень важный момент. И очень крутой момент. То, что нам надо убрать немного яркости. Вот. Из классной парусиной, мешковины, канваса. Не знаю, как правильно эта штука называется. Но традиционные крутые карманы. Плотные, хлопковые. Супер износостойкие. Никакой традиционный вот этот байковый хлопок, который мы часто встречаем в масс-марке джинсах. Ничего такого здесь нет. Хардкор. Толстенный. Блин, ну просто посмотрите на это. Ну я вообще не знаю. У меня нет слов. Ну вот. Вот такая вот толщина. Здесь миллиметр 10 толщина. Вот эта вот плотно-плотно сжатая. Около 10, ну может быть 8 миллиметров. Вот здесь вот. Но это очень, это очень надежно, очень, ну наверное даже очень кондово. Но на мой взгляд в данном месте это вполне-вполне оправданно и допустимо. Так, возвращаем яркость. Что еще надо, на что обратить внимание? Ну давайте поближе посмотрим на сэлвидж. Сейчас мы сделаем ручной фокус для того, чтобы не отвлекаться. Вот, пожалуйста, смотрите как сэлвидж собственно формируется из уточной нити. Здесь она желтая. Так, сейчас уберем пальцы сосиски. Вот здесь желтая нить. Уточная проглядывает. Здесь синяя. Зеленая. Ну и так далее. То есть все это очень интересно и необычно смотрится. Такой вот классный сэлвидж. Возвращаем автофокус. Что касается того, как выбрать размер. Очень важный момент. Поскольку здесь, видите, очень узкие получаются плечи. Но при этом длиннющие, бесконечно длинные рукава. Если вы захотите... Ну там достаточно точно и качественно производитель указывает размеры. То есть он правильно меряет расстояние плечей. Правильно меряет длину рукава. Но вам из этого надо что-то получить. А те куртки, которые у вас будут висеть, на которые вы сможете, скорее всего, ориентироваться у себя дома. Они будут иметь просто другие пропорции. У них будут короче рукава, но шире плечи. Либо наоборот. Ну, в общем, нестандартно здесь все это сделано. Соответственно, как я поступил, я просто взял и сложил длину рукавов с длиной плечей. Получилось три измерения. Два раза две длины рукавов, одна ширина плечей. Все это сложил, получил цифру. Точно то же самое я сделал с размерами, которые были предложены в сайс-чарте производителя. И когда я увидел, что сумма двух рукавов плюс плечей совпадает с тем, что у меня дома уже висит, в чем я хожу, я решил, что окей, это то, что мне надо. Что вот это вот получается вот отсюда. Едем, едем дальше сюда. Вот сюда. Вот до сюда доезжаем. Вот этот вот периметр этой куртки, внешний, он имеет определенное какое-то выражение в единицах измерения. И вот, собственно, то, что наиболее похоже было на эту длину общую, я и заказал. Ну, тем более, что производитель мне как раз порекомендовал такой же размер для тех размеров, ну, своих, собственно, габаритов, которые я ему прислал. Получилось идеально. Все село так, как надо. С микрозапасом, который, вот я думаю, как раз после стирки, даже в холодной воде, вот эти вот 1-2%, она чуть-чуть усядется и будет вообще идеально. То есть, вот такое вот изделие, на мой взгляд, крайне достойное внимания. Как минимум, супер необычное. Однозначно. То есть, такого вы точно ни на ком, нигде не встретите. Очень прикольного покроя. Наконец-то, блин, нормальный покрой. Не вот этот вот долбанный трак-драйвер. Ну, просто, ну, действительно. Ну, я понимаю, что фанатам Денима нравится, но не фанатам Денима, я точно могу сказать, мягко говоря, не всем нравятся классические джинсовые куртки. И то, что производитель ориентируется не только на тех людей, которые хотят именно исторически достоверные, исторически какие-то аутентичные вещи, но и делает по-настоящему, по правильным технологиям, по тем же самым, но вещи более современного, более интересного покроя. На мой взгляд, это достойно уважения, и я благодарен производителю за это. Вот, собственно, все, что я хотел рассказать про данные изделия. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, переходите в магазин производителя по ссылке в описании. Подписывайтесь на Инстаграм, я очень постараюсь сделать какие-то вменяемые фотографии этой куртки, чтобы вы смогли ее увидеть целиком. И хотя бы минимально, как она сидит, и что она из себя представляет на самом деле. Поэтому спасибо вам за внимание. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok